Девушки отдыхают За уклад в развитие культуры Беларуси Так сказать, аутентичный музыка, мудрец и надудей игрец Низлеченными талентами этого надзвучайся цикавого человека Можно восхваляться без конца Музыка, творчество и культура, как стиль жизни Директора Парахонской детской школы мастерства Петра Петровича Соломенюка Его невероятно величной, талиновитой особе Присвеченный черговый выпуск специального проекта телеканала «Пинск» «Полеская скорбонка» Есть чем подумать и жизнь возвратить назад И спросить меня, а кем бы я был бы, если бы сначала начать? Я думаю, что прошел бы тот самый путь, что прошел бы Ну да, играй жа дудка, каб жа была чутка, каб аж вуши драла, каб ты так играла, что земля скакалаб Таких, як Петро Петрович Соломенюк, у народе называют «Человек-оркестр» – музыка от Бога Змаленства у им выховывались и развивались от творчей оздольности, захоплением, астатством, народной музыкой и культурой Заплячима в учебу барановицким музычным в училище по классе «Баяна» После астрадно-духовое отделение Минского института культуры, что спраяло далейшему развитию уникального музычного таленту Гамы, ноты, аранжировки, репетиции Лёс кожного великого музыканта непростый и потрабуя колоссальной процездольности Тонкости профессии освоиваешь и отточиваешь годами, днями и навод надшима А лишь каждый раз знаходишь нечто незвычайное, потаемное, чаровное Если подсчитать все года, вернуться назад Я хотел бы в первую очередь поблагодарить тех учителей, которые меня научили музыке Научили понимать прекрасное, понимать музыку, любить культуру Белоруссии Так, на протягу всего жизни, вся музыка застаётся неотъемной часткой нашего героя Иде побачь, гучить от сердца, чисто, глубоко, велично Петро Петрович профессийно володая домрой, балалайкой, скрипкой, кларнетом, баяном, фортепиано, трубой, дудками, саксофоном, волынкой и тибелорусской дудой Что только не грая у ягоных саправды золотых руках Вось уже амаль 30 годов Петро Петрович Соломенюк, узначальвая Парахонскую детячую школу мастацтвау До этого 10 год запрацевал наставником В целом у культуры больше за 40 годов За весь час показал себе выключенным организатором Творчим, высококлассным наставником и кировником Мы открывали школу в 1980 году Открыли Парахонскую детскую музыкальную школу В начале здесь было 60 учащихся А сегодня, сегодня все день, 125 учащихся Мы развили классы Мы развили творческие коллективы Кроме того, что дети проходят специальный инструмент Сольфеджио, музыкальную литературу Дети дополнительно проходят изучение других инструментов Проходят, то есть принимают участие в творческих коллективах Школы, а их есть у нас много Хор младших классов Баяно-кардеонный оркестр Ансамбль скрипачей Духовой оркестр, который имеет звание образцовый Ансамбль народной песни и музыки красочки Который имеет тоже звание образцовый Есть вокально-инструментальный ансамбль Вокальные группы есть Детям заниматься в этих коллективах Очень интересно И я думаю, что только они Может быть и с таким интересом относятся Своим занятием В освоении музыкального инструмента Потому что они приходят сюда больше общаться С детьми другими Они смотрят, как дети другие играют на музыкальном инструменте То есть чувство локтя Вот это вот их поддерживает Чувство дружбы Дети здесь развиваются Не только в плане То, что в музыкальном плане Умение играть на музыкальном инструменте Понимание творчества композитора и музыкальной грамоти Здесь они приобщаются к культуре Поведения И вежливости по отношению к другим У штадионной творчей працы Петро Петрович Соломенюк Надое особливый сенс Одраджению народных традиций Угалине музычно-песенного фольклору Духовой музыки Развитю дитячей аматорской мастацкой творчасти Им створена эксклюзивная коллекция Народных мелодий И спева у самобытной полесской культуры Что гучать як у традиционных выконаний Так и у ягонных аутерских аранжировках и инструментовках Творчая коллективы Парахонской дитячей школы мастацтвау Объездили с концертами Амаль усю краину и городы ближнего замежа Самый татулованный с коллективау Узорный ансамбль народной песни и музыки Красочки Скарая вершиню за вершиней И не сбирается спыняться на досягнутым Ансамбль неодноразово узнагородживался грамотами и дипломами Министерство культуры Беларуси Брестского Аблова-Канкама Отдела идеологичной работы культуры По справах молоди Пинского райва-Канкама Петро Петрович Соломянюк Засновальник и керауник узорного дитячего духового оркестра Яки был створаны у 1992-м годзе И по праве лечатся могутной творчай силой не только школы Але и у сей пинщины Неизлеченные перамоги, дипломы, грамоты и фестивали Все не у репертуары оркестра, а больше за 50 творов Марши, вальсы, песни военных годов Песни и мелоды из кинофильмов Творы белорусских, польских, украинских, русских композиторов Опрацовки народных мелодий Творы для солистов с оркестром Том, 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 том Раз, два, раз, два Петро Соломянюк Петро Соломянюк – профессийный виртуоз, ваконавца и композитор. Уся працулки песен для духового оркестра, зробленные им особиста. Так само маются уластные музычные творы. А кроме всего, директор Парахонской школы мастерства – признанный майстер по выработке драулянных духовых инструментов, якими сегодня корыстаются музыканты заслуженного аматорского коллектива «Палеские зоры» Пинского дома культуры, фольклорного гурта «Купаленка» Белорусской державной филармонии. А вырабленная народным умельцем дудка заховывается у музеи про Белорусским университете культуры и мастерствов. Сёня музыка вспоминает, як калість ўсё почалося – з дзятінства з дзятуліной скрыпкі. Была ў житті нашага героя і армія, дзе ён так само празнікаторый час трапіў ў военный оркестр, дзе на протягу года был дирижорам. Так лёс кожны раз небыто наумысно знітовываў п'ятра з музыкай. Творца признаецца, што ёму заўсёды вельми хатілася займацца мінавіта белорускім фольклорам, культурай і традиціей проткаў. Бо перакананы, што народная мелоды – мелоды лепшія. И она, вот этой дудочке, которая называется дудка тена, то есть она плода, разбежна, то есть паспортойки, вот, и до короткого сила какой-то она всё. Любовь донародных традиций провяла нашого героя и дарамесницкой дейности. Так почаў вараблять аутентичны духовые инструменты. Што цікаво, Пятро Пятрович Дудар Самавук сам зарабил себе токарный станок. На особистым вопыте влучился створать старадовне дудки, рожки и не тольки. Когда мене сильно уже надоест, то есть голова уже встаў от всего, от музыки, я прихожу вот в этот кабинет, достаю это дерево, которое уже сохнет и по 15, и по 20 лет уже сохнет. Разрысимы здесь, есть клёв, есть граб, есть ясен, есть дух, всякая грешина, есть бузина. Так вот беру я, смешиваю такую кусок, ну, естественно, обрезаю, чтобы не было трещин, обрезаю по бокам, ищу мясо, видите, трещин есть, я здесь обрезываю. И вот, допустим, мне надо инструмент дудеска, вот, допустим, инце, строй инце, вот такую, допустим, сделать, здесь 320 мм длиной. Мне, естественно, надо, чтобы с запасом это всё было, чтобы было, знаете. Сначала беру я, заправляю тиски, эту поле, как вам, кусок, заправляю тиски, дрель заправляю длинное сверло, длинное сверло, например, вот такое сверло заправляю, которое на 13, просверливаю сквозное отверстие. Итак, получается вот такое отверстие, вот такое отверстие получается, и дорабатываю, видите, такое вот, это на 14, и оно, видите, как, такое, как нож лежит. Вот беру губер, вот я сюда зайду, чтобы не мусорить, выбрасываю. Вода до 14, изъезд 14 до садка. Вода заправляю, сюда заправляю. Так, заправляю. 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 Здесь процесс очень длинный, но в конце концов должна получиться вот такая деталь, вот такая деталь должна получиться, это уже готово, вы спросите, к чему это, это дудочка будет, вот, это к ней первая сейчас, это вторая, обработается еще кольцо, пока такое вырезанное, будет совместить, будет совместить. Почему здесь такое уже обогненное? Нет, это не обогненное, а это сваренное. То есть у меня есть такой расход, я разложу специальный, оно растительное масло, дальше смола из сосны и натуральный воск. Вот я разложу и вот плитка, разогреваю, она до кипения, я усаживаю вот эту вот заготовку этой стороной, для того, чтобы была сузилась и никогда уже не двигалась, не двигалась туда-сюда, ни плюс, ни минус, никогда, она будет всегда на месте. То есть само вот этот раствор, он выталкивает влагу с земли, и она уже сжимается до тех пор, что там, там нет никакой влаги. Это уже сваренный праздник. Видите, сваренный и привязанный уже окошко, он же играет. Вот. Ну, это до другого, так вот. Он будет свариться и он будет... Видите, он у нас сейчас не входит, а когда я свару, деревесина ищу. Сузится. специально такой у меня есть резец, вот он засаживается внутрь из этого штучка потом резец и внутри убирается кораллка, видите вот здесь есть кораллка, если она продолжается до тех пор, по дугам идет, и получается тогда у нас звук, например, еще здесь отверстий нет, но уже звук есть еще без отверстий, уже видите, она обработана, после всего, когда я уже провару, я закидываю, у меня есть такая емкость, такой желобок длинный, масло растительное закидываю, где две недели оно пропитывается, еще полностью все, в полу, это пропитано полностью, для того, чтобы, когда человек играет, тогда влага, испарение идет, и дерево, дерево будет, скажем, натихать, а когда оно пропитано, все, они боятся, тем более проварены на голоснике, когда проварены, мы тоже уже специально его расположим, а это уже на века, на века, вот, и в конце концов, получается, вот эти инструменты, но потом, более профессиональные, на 10 отверстий, как все играют, вот эти инструменты, дудка белорусская саправа. Саморубная белорусская дуда Петра Петровича Соломенюка уникальная, такая одина на пинччане, не просто архаичный духовой инструмент, а целая мудрогелистая система. Ранее мелодичное гучание дуды Веселухи можно было почуть на танцах, игрушчах, кермашах, семейных и календарных святах. Вырабье ей лишился справой сакральной, все не дуда переживая с оправдной одражением. Суд, да и только, с простого и непрекметного драулянного бруска створается соправдный твор мастатства, самобытный, аутентичный, загадковый, який дорыць неполторные мелодии и энергетику. Головное в любой справе, признается мастер, шаленое ожидание, энтузиазм, иначе ничего не будет. Как это я делаю? Я не знаю, может, мне бог им посылает. Я говорю, что учителей у меня не было по изготовлению музыкальных инструментов. Все сам, сам, сам добивался. И если раньше я тратил времени много на изготовление того или другого инструмента, я думаю, сейчас уже довольно быстрее будет делать, потому что я уже знаю, знаю все тонкости. Особенно, кажется, вот, вроде бы, трубочки, вот этой, где, трубочки обыкновенные. Но, даже если я выстрою по отдельности каждую трубочку, выстрою, они будут строить правильно. Допустим, под баяль, что выстрою, под степиан, под степианом выстроить. Затем я эти трубочки, они все занимаются, все занимаются эти трубочки. Если я опять обратно их соединю именно в стоки, они не будут строить. Поэтому допустим должен быть плюс-минус. Где раньше воздух доходит сюда, выиграющий, в Чантер или в Бурдонию. Петро Петрович Саломянюк двойче был узнагороджен грамотой Министерства культуры, нагрудным знаком за уклад в развитие культуры Беларуси, який, до речи, один и на Пинщине, и пятый в области. Отзначены грамотами и дипломами Брестского областного совета депутатов, Брестского облаго-конкама, Головного управления культуры Брестского облаго-конкама, занесены в беларускую энциклопедию, деячи культуры, навоки и религии Пинщины. Ни одной чы был на дождь цыгонор у Пинского района. Потрабовальны, тактовны, творчы. Музыка и майстер с самой великой литеры. Музыка для меня, значит, все, это моя жизнь. Когда я связал свою жизнь с музыкой, значит, она будет до конца моей линии. Цекавого человека, небыто, цекавую книгу можно спостегать усе же все. Час только поглубляет усведомление их саправдной исторической значности, глубине и величине. Гэткие книги и люди есть у кожного народа. Миновита таким самобытным особам нашага региону и их адмысловой творчасти присвеченный специальный проект телерадиокампании Пинск «Палеская Скарбонка». До новых состреч, до новых героев!